Итак, всем добрый день! Сегодня мы продолжаем наше обсуждение книжки Пикака и сегодня вторая глава, которая называется «Истина, содержание и эпистемическое». Глава довольно сильно наполнена различными деталями, поэтому у меня выступление будет, скорее всего, продолжительным. Но я постарался сократить максимально, хотя там есть некоторые детали, от которых невозможно просто отказаться. Итак, в этой главе Кристофер Пикак намечает то, каким образом он будет решать проблему интеграции, о которой мы в прошлый раз говорили. И начинает он это с обсуждения того, что он называет связующим тезисом. Ну, собственно говоря, тезис, который связывает эпистемологию и метафизику. Он утверждает, что для того, чтобы решить проблему интеграции, нам нужно разработать некоторую общую концепцию того, как метафизика с эпистемологией связана для некоторой произвольной области. Когда мы будем иметь такое общее решение, мы сможем решать проблему интеграции для каждой отдельно взятой области уже конкретно. Вот. Ну и, собственно говоря, как я только что сказал, вот решение этой проблемы достигается с помощью этого самого связующего тезиса. Этот тезис связывает интенциональное содержание и теорию знания. Значит, предполагает он следующее. Он предполагает, что имеется некоторый класс понятий. Да, мы о понятиях некоторой предметной области говорим. Имеется класс понятий, каждый элемент которого может быть частично или полностью индивидуирован через условия, определяющие знания субъектам определенных содержаний, включающих эти понятия. То есть вот есть некоторый агент эпистемический, ну или субъект, если хотите. Он обладает какими-то знаниями, и эти знания позволяют индивидуировать понятия особым образом. Как это все происходит, мы будем как раз обсуждать сегодня. И всякое понятие является либо таким понятием, то есть эпистемически индивидуированным, либо оно в конечном счете индивидуируется частично своими отношениями к эпистемически индивидуированным понятиям. То есть вот эти эпистемически индивидуированные понятия, они выполняют роль некоторого фундамента. К ним в конце концов все понятия должны так или иначе сводиться. Для того, чтобы разработать связующий тезис, нам требуется особого рода теория интенционального содержания, в которой у нас индивидуация понятий будет задаваться через условия принятия или вынесения суждения о содержании, которое это понятие включает. Допустим, мы выносим какое-то суждение о чем-нибудь, используем некоторое понятие. Допустим, мы рассуждаем о воде, является ли вода H2O, например, или, допустим, имеет ли она вкус. И, соответственно, мы что-то по поводу содержания о том, что имеет вода вкус или не имеет, можем предполагать или выносить какое-то суждение. Например, мы считаем, что истинно, что вода не имеет вкуса, допустим. Соответственно, есть какое-то содержание, которое содержит понятие воды, и вот мы выносим суждение относительно этого содержания. То есть либо принимаем его, либо не принимаем, либо какое-то истинностное значение пытаемся определить. Связующий тезис, собственно говоря, формулируется через условия знания. То есть нам нужно определить условия, при которых мы можем сказать, что наш эпистемический агент действительно что-то знает относительно данного содержания. Ну и вот, как, в общем-то, должно быть уже понятно, понятия, которые индивидуируются вот таким вот образом, через особое отношение к содержаниям, содержащим эти понятия, они называются эпистемически индивидуированными. То есть понятия для индивидуации, которых мы так или иначе обращаемся к понятию знания. Вот. Ну, Пикок говорит, что не все понятия таковы, не все понятия являются эпистемически индивидуированными. Например, он говорит, что теоретически объяснительные понятия эмпирических наук не являются эпистемически индивидуированными. Ну, потому что, вот, допустим, у нас есть какие-то утверждения об атомах, электронах или кварках. Вот. И, соответственно, для того, чтобы познавать атомы, электроны и кварки, нам не надо с ними непосредственно взаимодействовать. Мы выводим знания о них из наших каких-то теоретических построений, там, математические модели строим. И вот эта математика как бы нам подсказывает, каким образом мы можем познавать атомы электроны и кварки. То есть какого рода эксперименты мы можем поставить для того, чтобы с этими объектами вообще повзаимодействовать. Вот. То есть мы сначала какие-то теоретические понятия разрабатываем, да, и потом уже мы понимаем, как их можно использовать для того, чтобы получать знания, которые уже непосредственно связаны с этими объектами. Вот. Ну, можно говорить, конечно, в этой ситуации, что объекты таких вот эмпирических наук, они какими-то теоретическими ролями обладают, но вот эти вот роли, они с точки зрения Пикока не являются конститутивными для соответствующих понятий. Кроме того, также не является эпистемически индивидуированным понятием вероятности. Ну, то есть то, что мы понимаем вообще понятие вероятности, то, что мы его используем в нашей практике, не предполагает, что мы знаем вероятность в каких-то определенных условиях. Ну, мы не знаем вероятности абсолютно всех событий, например, да. То есть мы используем понятие вероятности только когда мы о каком-то конкретном событии начинаем рассуждать, и то нам надо много факторов учесть для того, чтобы вообще эту вероятность как-то получить. Вот. Для того, чтобы обладать понятием вероятности, не обязательно обладать вот таким вот обширным знанием и не обязательно понимать, что значит, что вероятность какого-то конкретного события в каких-то определенных условиях равна, допустим, одной трети. То есть знания тут не сильно-то много на самом деле. Это какая-то именно теоретическая роль у понятия вероятности есть. Почему, можно задать вопрос, почему вообще всякое понятие, которое не является эпистемически индивидуированным, должно индивидуироваться отношениями с эпистемически индивидуированными понятиями? Почему не работает вывод к наилучшему объяснению? Такое возражение можно привести. Но Пикок говорит, что если знание вообще в принципе возможно, то должен быть некоторый фундамент. То есть он предполагает, что есть какие-то эпистемически индивидуированные понятия, они являются базовыми, и остальные понятия, они уже так или иначе основываются на этом фундаменте. И вот в частности, для того, чтобы использовать вывод к наилучшему объяснению, нам нужно знать, по крайней мере, что-то уже для того, чтобы этот вывод начал работать. Ну, например, мы хотим с помощью вывода к наилучшему объяснению построить некоторую теорию, которая, допустим, говорит о том, как тела движутся, если мы их просто поднимем нашей рукой, допустим, и отпустим, они будут двигаться под воздействием гравитации. Вот это движение под воздействием гравитации – это уже объяснение. И мы можем к нему прийти с помощью вывода к наилучшему объяснению. Но для того, чтобы это сделать, нам нужно знать о том, что тело вообще движется определенным образом. Если у нас нет этого базового знания, мы не можем использовать вывод к наилучшему объяснению. Соответственно, получается так, что есть какой-то фундамент в виде знания, в котором мы не сомневаемся, и в дальнейшем мы на нем выстраиваем наши теоретические построения. Вот. Ну вот, как я сказал, да, для вывода к наилучшему объяснению уже требуется знать какие-то пропозиции, для которых мы это объяснение даем. Пикок приводит примеры эпистемически индивидуируемых понятий. Это, например, может быть наблюдательное понятие. Вот я не знаю, как это лучше всего на русском языке передать. Это понятие, которое вот в ответ на некоторые наблюдения появляется. То есть вот мы наблюдаем окружающий мир вокруг себя, видим какие-то предметы и можем сказать, что вот это вот предмет, например, не знаю, ноутбук. Вот передо мной ноутбук. Вот. Эти вот понятия эпистемически индивидуированы. Также, например, понятия, которые связывают несколько разных содержаний, являются эпистемически индивидуированы. Допустим, понятие конъюнкции. Потому что если у нас есть знание, что Q и есть знание, что P, то из этого мы можем получить знание конъюнкции по и Q. Ну и наоборот, если мы знаем конъюнкцию, то мы, получается, знаем отдельные ее конъюнкты. Не обязательно, конечно, что этот вывод всегда как-то там, не знаю, бессознательно, автоматически совершается. Иногда мы знаем по отдельности, по и Q, например, но конъюнкцию при этом не знаем, потому что мы о ней как бы и не подумали еще. Но, тем не менее, конъюнкция все равно является эпистемически индивидуированным понятием. Вот. И нам нужно объяснить, почему вообще некоторые эпистемически индивидуированные понятия являются таковым. То есть почему оно является эпистемически индивидуированным. Пикок разрабатывает свой связующий тезис следующим образом. Он предлагает ему особый аргумент. Вот. Этот аргумент предполагает следующее. Всякое понятие, которое индивидуируется через условия принятия содержания или вынесения суждения о содержании, включающем это понятие, также является эпистемически индивидуированным понятием. То есть вот он предполагает, что мы как-то можем переформулировать условия принятия и вынесения суждения в условия знания. Значит, аргумент Пикок приводит в следующий. Он содержит три посылки и заключения. Первая посылка такая. Целевое понятие индивидуируется ролью в открытом суждении. Открытое суждение предполагается, что оно категорически утверждает какое-то положение дел. То есть мы его всегда можем оценить как истинное или ложное. Значит, суждение... Вот у каждого понятия есть еще условия обладания. Это какие-то критерии, которые позволяют понять, обладаем мы понятием или нет. Вот эти условия обладания состоят из некоторых суждений. Суждение из условий обладания понятием является суждениями, которые агент должен желать вынести в соответствующих обстоятельствах. То есть если агент обладает понятием «вода», и если он видит воду, то он как бы должен желать вынести какое-то суждение относительно воды, если он этим понятием в принципе обладает. Вот. Эти суждения рационально требуются от агента, если он вообще выносит какое-либо суждение по текущему для него вопросу. То есть если наш агент имеет понятие «вода», если он встретился с водой, допустим, вот, не знаю, стакан воды перед ним стоит, и он выносит какое-то суждение относительно этого, он должен вынести одно из суждений, которые входят в условия обладания понятием «вода». То есть они рационально требуются от агента, он рационально должен, он имеет определенное должностование по отношению к этому. То есть он должен вынести определенное суждение. Вот. Эти суждения являются рационально обязательными суждениями. То, что Пикок называет рационально обязательным. То есть рациональность, она предполагает, что наш агент, встречаясь с какими-то объектами, имея понятие для этих объектов, он должен выносить эти вот рационально обязательные суждения, если он в принципе их, если он в принципе какие-то суждения желает вынести. Вот. Вторая посылка. Рационально обязательные суждения нацелены на знания. То есть рационально обязательные суждения предполагаются, что это некоторая попытка достичь знания. Вот так. Третья посылка. Если надлежащим образом достигнутые предпосылки агента при вынесении рационально обязательного суждения выполнены, любые убеждения, на которые он опирается при вынесении своего суждения, являются знаниями, и любые способности, на которые он упирается, которые он использует, работают должным образом, то тогда рационально обязательное суждение будет знанием. То есть если агент обладает соответствующим понятием, есть рационально обязательные суждения, которые входят в условия обладания этим понятием, агент имеет какие-то убеждения, эти убеждения являются знаниями, он опирается на эти убеждения для того, чтобы вынести суждения в данный момент времени. Если его способности, допустим, к чувственному восприятию, работают правильно, то есть он правильно воспринимает окружающий мир, он не находится под воздействием галлюцинации или еще чего-нибудь в этом роде. Если он исходит из верных предпосылок, которые корректным образом связаны с окружающим миром, например, что стакан – это не, допустим, что это настоящий стакан, что это не проекция, что это не просто какой-то рисунок или еще что-нибудь в этом роде, что это не… Как это называется-то? Ну, в общем, что это настоящий стакан, что это не подделка какая-нибудь. То тогда рационально обязательное суждение, которое он должен вынести, оно будет знанием. И, следовательно, это заключение аргумента. Целевое понятие может быть частично индивидуировано, по меньшей мере частично индивидуировано, как такое понятие, что когда суждение вынесено соответствующими способами и методами, предпосылки выполнены, используемые убеждения являются знанием, способности работают правильно, осуждение, включающее это понятие, и сформулированное при указанных условиях, являются знанием. Вот. То есть, если все это выполняется, то тогда целевое понятие, по меньшей мере, частично является эпистемически индивидуировано. Вот такой вот аргумент. Значит, вот эти вот условия обладания. Мы сейчас каждую посылку по отдельности обсудим. Первую посылку сначала. В условия обладания понятия входят вот эти вот самые суждения, от вынесения которых в определенных обстоятельствах нельзя отказаться. Ну, например, если, допустим, вы наблюдали белых лебедей, потом вдруг увидели черного лебедя, у вас есть опровержение для формулы с квантером общности о лебедях, и их цвете, то тогда получается, что для вас рационально обязательным будет вынесение суждения, содержанием которого будет отрицание формулы с квантером общности. Ну, там, что не все лебеди белые, например. Вот так вот. Да, то есть для вас это рационально обязательно в определенных обстоятельствах, при условии, что вы там черных лебедей когда-то видели. Вот. Ну, и здесь у нас, конечно, говорится о какой-то нормативности, да, в смысле рациональной обязательности. Но эта нормативность связывается с определенным дескриптивным условием. Это условие как раз определяет критерии обладания понятием. Да, вот любое суждение из условий обладания понятием, оно является рационально обязательным. То есть его... Мы как бы обязаны выносить именно такое суждение, если мы какое-то вообще выносим, используя это понятие. Вот. Но рациональная обязательность при этом не предполагает какой-то несвободы. То есть она нас обязывает выносить суждение определенного рода, но при этом она не предполагает, что мы, например, не можем совершить какую-то ошибку. Всегда может возникнуть ошибка при вынесении суждения, несмотря на то, что мы вроде как обязаны выносить суждение определенным образом. Вот. Ну и суждение — это действие, да, но действие при этом не предполагает также и свободы. То есть рациональная обязательность не предполагает ни свободы, суждение как действие не предполагает ни свободы. То есть нет такого, чтобы агент как бы рационально мог отказаться от вынесения суждения. Агент просто не может этого сделать. Ну, здесь Пика как бы приводит пример с отпрыгиванием от велосипеда, который едет на вас на очень большой скорости. Вы как бы не думаете о том, что вам нужно отпрыгнуть, прежде чем вы совершаете это действие. Вот. То есть вы не хотите просто получить травму, вы не хотите испытывать боль, и поэтому вы прыгаете куда-то в сторону. Вот. И точно так же, если вы открываете утром глаза и видите какие-то предметы вокруг себя, то автоматически выносите, условно говоря, автоматически выносите какие-то рациональные обязательные суждения вот относительно этих предметов. Как бы они сами появляются в некоторых обстоятельствах. Вот. Но иногда вот формирование убеждения не является действием, несмотря на то, что вообще осуждение — это действие, да, мы должны как-то направить свой... Обычно мы направляем наше внимание на некоторые предметы, хотя иногда, вот, как уже только что я сказал, это происходит как-то автоматически. Вот. Но иногда формирование убеждения не является действием. Вот. И в нормальных обстоятельствах мы верим вот в чувственный опыт, например, да, мы верим в соответствующее чувственному опыту концептуальное содержание, ну, и мы принимаем, что окружающий мир мы отражаем как-то правильно. Вот. И это принятие того, что у нас наши познавательные способности к чувственному опознанию работают вообще корректно, это как бы не является вынесением суждения, да. То есть мы не задумывались о том, правильно ли мои органы чувств сейчас работают. Вот я смотрю на стакан воды, а правильно ли у меня глаза устроены, и правильно ли они работают в данный момент, да, для того, чтобы что-то судить относительно этого содержания. То есть мы не всегда занимаемся вынесением именно суждения. Ну, в дальнейшем предполагается, что суждения являются действием, потому что так просто проще. Ну, вообще, Пикок говорит, что аргументация, которую он предлагает, она может быть и в нейтральном ключе переформулирована. То есть если мы имеем разговор о причинах, которые делают наше суждение о данном содержании рациональным актом, то этот разговор можно понимать как разговор о том, что суждение было бы рациональным ответом на эти причины. То есть не обязательно, чтобы это было действие какое-то. Ну, аргументация по мнению Пикока не зависит вот от этого положения, и просто он для простоты суждение понимает как действие. Вот, теперь вторая посылка. Вторая посылка предполагает, что все суждения нацелены на истину. Ну, там говорилось о том, что рационально обязательные суждения нацелены на знание. Все суждения вообще нацелены на истину. Вот, и даже рационально необязательные. То есть те, которые имеют какие-то недостаточные свидетельства в их пользу. Рационально обязательные суждения нацелены на истину, потому что они предполагают, предполагают, ну, они претендуют на статус знания. И они нацелены на истину по той причине, что они имеют условия пересмотра и уточнения. Ну, допустим, вот у пика есть такой пример. На столе лежит монета, мы смотрим на эту монету и думаем, что вот это вот монета. Вокруг нее еще какие-то другие монеты лежат. Ну, потом нам сообщают, что это на самом деле голограммы монеты, там только одна правильная монета, настоящая. Таким образом мы можем пересмотреть наше суждение. Мы как бы смотрим, вот нам сообщили какое-то что-то новое, и вот в свете этого нового мы пересматриваем наше суждение, соответственно, они могут потерять статус знания. Или используем какой-то дополнительный метод для того, чтобы проверить, действительно ли вот этот предмет является монетой. Может быть, он оказался голограммой на самом деле. Вот, собственно, вот эта вот возможность пересмотра, она и, по мнению Пикака, гарантирует, что рационально обязательное суждение нацелено на истину, то есть они претендуют на статус знания. Те суждения, которые не предполагают пересмотра, они вроде как на статус знания, вообще-то, не должны претендовать. Вот, ну это то, что я только что сказал, да, вот есть определенная рациональность, рациональность буквального принятия чувственного опыта. И вот эта вот рациональность разрушается, если мы узнаем что-то новое, например, узнаем, что перед нами еще и голограммы монет есть, которые мы просто так не можем отличить от настоящей монеты. Ну, то есть если мы узнаем о каком-то обстоятельстве, которое предполагает, что субъективный чувственный опыт, в общем-то, не изменится, да, но при этом объект на самом деле другой. Вот, то есть это какой-то определенный вид надежности, и вот эта надежность, она описывается контрфактическими утверждениями такого вида. Если, а нет, агент не имел бы восприятия, как если бы P имеет место, если бы P не имела места. Вот, то есть предполагается, что это вот рациональность буквального принятия чувственного опыта. Она предполагает вот такие вот контрфактические утверждения. То есть по умолчанию мы относимся буквально к нашему чувственному опыту и считаем, что он безошибочен. Но когда у нас появляются какие-то новые сведения, мы его пересматриваем. Вот, и по умолчанию этот вид надежности достаточно рациональный. Мы считаем рациональным такое поведение. Если бы люди выходили на улицу и сомневались в день, сейчас или ночь, да, не доверяя своим органам чувств, допустим, то это было бы очень странное и какое-то нерациональное поведение. Вот, и аналогичные виды надежности также имеются для некоторых других видов суждений, например, суждений на основе личной памяти или суждений на основе свидетельских показаний каких-то, ну и так далее. Вот, ну, кроме того, они, конечно, могут как-то друг с другом взаимодействовать. А вот эти вот суждения на основе личной памяти, они предполагают еще и рациональность чувственного опознания. Допустим, я могу попытаться вспомнить, какого цвета автомобиль вчера проехал на красный свет, допустим, да, я был свидетелем этого. Ну вот, для этого мне нужно предполагать, что мое чувственное познание вчера работало правильно, да, и мне нужно предполагать, что я сейчас правильно вспоминаю обстоятельства этого происшествия. Теперь третья посылка. Третья посылка утверждает, что если при вынесении суждения предпосылки выполнены, любые убеждения, на которые агент опирается, являются знаниями, любые способности, которые он использует, работают должным образом, и суждение не является знанием, то оно не является рационально обязательным. Вот. Ну, однако, вот эти вот допущения, которые здесь упомянуты, или предпосылки, они требуют некоторых надежных связей с их выполнением. И именно вот эти вот надежные связи, они должны как бы привести, вести к знанию. Здесь в Пикок приводят пример с работником киностудии. Работник киностудии идет по территории киностудии, наблюдает разные декорации, вот, увидит какое-то новое здание, но он не может просто так вынести суждение о том, что это настоящее здание, может быть, это декорация на самом деле. Он знает, что он находится в киностудии, здесь очень много разных декораций. Вот. Он не может просто допустить, что у вот этого фасада, который находится перед ним, есть какая-то задняя сторона, там, да, есть внутреннее содержание, соответствующее знанию и так далее. То есть для того, чтобы это допустить, вот его допущения должны каким-то существенным образом быть связаны с окружающим миром. Вот. Ну и вот эти вот допущения, их следует отличать еще от такой штуки, которую Пикок называется информационными условиями. Правда, он оговаривается, что понятие информационных условий недостаточно хорошо проработано. Вот что же за информационные условия? Это такая штука, которая позволяет получать определенного рода содержание от некоторой способности. Ну, допустим, действие какой-то способности или механизма, как Пикок тоже иногда говорит, может приводить к появлению некоторого события. И это некоторое событие, оно может репрезентировать какое-то содержание, как корректное, как имеющее место. Вот. Ну и это событие может быть, например, чувственным опытом. Вот. То есть у чувственного, вот у способности к чувственному опыту есть вот эти вот информационные условия. И эта способность, она должна эти условия выполнять. То есть эти условия определяют, что способность к чувственному опыту вообще должна давать какое-то содержание, которое с чувственностью каким-то образом связывается. Вот. То есть вот эти вот информационные условия для нашей способности к чувственному познанию, они таковы, что вот это чувственное познание, оно должно их выполнять, чтобы вообще в принципе в восприятии порождалось какое-то содержание. Вот. Ну и эти условия, они частично априорно обнаруживаются, частично эмпирически. Они могут также включаться друг в друга, так вот, как в случае там свидетельских показаний, допустим, как только что вот я недавно о этом говорил. Вот. Ну, в принципе, Пикок говорит, что для нас важно, что в принципе такие информационные условия есть, да, и пока еще не выяснено, что это такое вообще. Вот. Но надо сказать о том, что вот выполнение этих информационных условий не сводится к выполнению допущений, потому что допущения, они предполагают какую-то осознанность, да, они являются причинами, а вот эти информационные условия нет, они не сводятся даже к неосознаваемым допущениям. Да, вот когда этот человек идет по киностудии, он видит что-то, какой-то новый предмет перед собой, и он может, конечно, иметь допущение о том, что у этого предмета есть задняя сторона, есть внутреннее содержание такое же, как у зданий, и поэтому это является настоящим зданием. Вот. Новое здание построили на территории киностудии. Но это нужно еще отличать от информационных условий, да, вот говорит Пикок. Информационные условия — это, в принципе, некоторые условия, которым должна удовлетворять способность, которым должна удовлетворять способность этого агента к чувственному познанию. То есть он, в принципе, должен, как бы, посмотреть на этот новый объект, и у него должно какое-то содержание внутри появиться, там, благодаря чувственному познанию. Вот это вот информационные условия. Ну вот теперь немножко о наблюдательных понятиях еще. Вот эти наблюдательные понятия, они предполагают как раз указание на чувственный опыт. И возможность знать, что объект подпадает под наблюдательные понятия, оно предполагает выполнение информационных условий, но при этом не предполагает концептуализацию, не предполагает допущение или знание о том, что такие информационные условия выполняются. Да, вот как мы, опять же, открываем утром глаза и смотрим на часы, допустим, понимаем, сколько сейчас времени. Это вот понимание, сколько сейчас времени, это уже что-то такое концептуальное. Но, в принципе, вот этот вот сам процесс, как мы просыпаемся и что нам надо посмотреть на часы, и мы видим часы, и вот этот вот чувственный опыт, который порождается, это, конечно, все осуществляется как-то неконцептуализированным образом. И мы никакие допущения тут не используем, у нас особого знания тут нет для того, чтобы это все обосновывать. То есть это вот информационные условия. Наши, как бы, чувственные способности работают правильно, потому что они нам дают это содержание. И потом мы уже относительно этого содержания вносим какие-то суждения. Вот, и, говорит Пикок, для элементарного знания об окружающем мире достаточно информационных условий и некоторых допущений для того, чтобы, в принципе, уже иметь какой-то фундамент знания об окружающем мире. Вот, ну и также чего-то рационально обязательного при условии, что агент действует в режиме буквального принятия чувственного опыта. Однако рационально обязательные суждения будут относительны, потому что часто суждения выносятся на недостаточных основаниях. Но при этом следует всегда учитывать режим действий агента, да, вот это вот, буквально он принимает чувственный опыт, например, или не буквально, вот, и учитывать его допущения. Если мы все эти факторы рассматриваем вместе, то тогда рационально обязательные суждения уже будут получать достаточное основание. Вот, ну, зрительный опыт телефона, допустим, вот телефон лежит на столе, а зрительный опыт телефона недостаточен, конечно, сам по себе для того, чтобы вынести суждение о том, что это телефон, да, ну, для того, чтобы это суждение было рационально обязательным. То есть здесь требуется, чтобы мы буквально принимали наш чувственный опыт, нам требуется допустить, что вот у объектов, которые определенным образом выглядят, есть не кроме передней стороны, еще задняя сторона, которую мы не видим, есть внутреннее содержание, которое мы тоже не видим, да, и вот все вот эти вот части этого предмета, они позволяют этому предмету выполнять определенные функции, средства связи на дальних расстояниях. То есть здесь много всяких допущений используется, и если мы учитываем все это вместе, то тогда суждение о том, что этот телефон будет рационально обязательным. Вот. Ну и при этом агент, конечно же, должен в рациональном смысле долженствование пересмотреть свое осуждение, если какое-либо из этих допущений вдруг не будет выполняться, да. То есть у нас есть именно допущение, да, вот допущение о том, что у этого предмета есть, например, задняя сторона, есть какие-то микросхемы внутри, и вот эти микросхемы позволяют ему выполнять определенную функцию. Вот. Если вдруг окажется, что это допущение неверно, то мы должны наше суждение в рациональном смысле пересмотреть. То есть если мы узнаем, что это на самом деле просто оболочка какая-то и никаких микросхем внутри она не содержит, то нам становится понятно, что этот предмет не может использоваться как телефон для связи. Вот. Ну и, соответственно, наше суждение вот будет пересмотрено. Здесь Пикок противопоставляет своей идее релайбилизму. Он говорит, что вот с точки зрения релайбилизма часто возникает проблема, как исключить надежный, но при этом нерациональный метод получения убеждений. Да, вот. То есть релайбилизм и рациональность как-то не очень хорошо друг с другом взаимодействует. Ну, Пикок говорит, что его концепция, которую он предполагает, она как раз позволяет решить эту проблему. И она отличается от... Этим она отличается от релайбилизма. Да, вот. То есть есть некоторые события, которые репрезентируют некоторое содержание как имеющее место, и есть агент, который принимает определенное состояние буквально, например, да, вот, все это позволяет отличить его идею от релайбилизма. Да, вот. Агент в этой концепции будет рациональным. Вот. И заключение, наконец, этого аргумента. Условия обладания целевым понятием каким-то F предполагают рационально обязательные суждения. Ну, вот. Рассмотрим такое суждение о данном содержании. Содержание мы обозначим сигма от F. Которые... Ну, вот это суждение из условий обладания. Вот. Требование следующее. Рационально обязательное суждение вынесено агентом в режиме M. Ну, например, в режиме буквального принятия чувственного опыта. Оно сделано с определенными допущениями, которые вот P.R.S.P. называются. Присуппозишн там. Оно выведено из определенных посылок, которые прем обозначены. Оно вынесено потому, что агент находится в ментальном состоянии или переживает какое-то ментальное событие Е. Вот. Дальше. Назовем информационные условия, соответствующие режиму M, Inf. Ну, например, если целевое понятие является наблюдательным, то Inf – это такие информационные условия для опыта, при которых этот опыт является подлинным восприятием. То есть он дает нам какие-то содержания. И вот мы можем сформулировать следующее условное утверждение. Если информационные условия выполнены, если все допущения адекватно достигнуты и истинны, если посылки известны, агент находится в ментальном состоянии соответствующем. И агент судит, что вот это Sigma F, так как он принимает посылки, делает допущения, действует в подходящем режиме, тогда его суждение, что Sigma F является знанием. Вот. То есть здесь Пикок показывает, каким образом мы можем, в принципе, говорить о знании, что для знания требуется. И вот он формулирует это все достаточно осторожно, достаточно подробно, и много деталей обсуждает, наверное, для того, чтобы избежать различных контрпримеров по отношению к понятию знания. Довольно известно. Вот. Любая часть условия обладания понятием F, сформулированная как суждение, может быть таким образом представлена, как сформулированная как знание. То есть если мы, в принципе, можем выносить какое-то рационально обязательное суждение относительно некоторого понятия, то даже не обязательно рационально обязательное. То есть если мы выносим какое-то суждение относительно некоторого объекта, используя какое-то понятие, и в условия обладания этим понятием входит рационально обязательное суждение, то вот эти вот суждения мы можем заменить просто на знание. И таким образом понятие F будет эпистемически индивидуировано. То есть оно отличается от других понятий тем, что у него другое, как бы это выразится, знание в сне содержание, если так сказать. Вот. Ну, то есть этот аргумент, аргумент в пользу связующего тезиса, он говорит, что если мы признаем рациональную обязательность суждения из условий обладания, то условия обладания могут быть сформулированы с помощью понятия знания. И формулировки через суждение и через понятие знания в этом случае одинаково верны, без разницы, что мы используем. Вот. Теперь понятие можно определить как всецелые эпистемически индивидуированные, а может быть как просто эпистемически индивидуированные. Вот всецелые эпистемически индивидуированные – это такое понятие, которое, если оно может быть индивидуировано таким вот образом, что всякий пункт условия обладания, включающий суждение, для него может быть заменен на пункт, получающий знание. То есть каждое отдельно взятое суждение из условий обладания можно заменить на знание. То есть понятия, чьи условия обладания даны через открытые суждения, являются эпистемически индивидуированными. Но при этом, говорит Пикок, не обязательно всецелые эпистемически индивидуированные. Возможно, там есть какие-то в условиях обладания суждения, которые на знание поменять не всегда верно будет. В некоторых случаях условия обладания и, соответственно, условия знания касаются нескольких понятий. Допустим, наблюдательное понятие и некоторые перцептивные, демонстративные. Они одинаково зависимы от восприятия. Когда мы выносим суждение о каком-то предмете, например, говорим «та чашка», «та чашка» и что-то там надо с ней сделать, например, «принеси мне ту чашку». Тут у нас и перцептивные демонстративы, и наблюдательные понятия есть, и вот они одинаково зависят от восприятия. Но вот эти эпистемически индивидуированные понятия встречаются в атомарных содержаниях, которые могут быть нам неизвестны при этом. Например, может быть понятие «х идет после у» или «х находится в километре от у». Мы не все содержания, точнее не все, да, не все содержания можем эти вот знать. Например, я не знаю, находится ли в одном километре от меня, допустим, какая-нибудь птица сейчас. В данный момент мне это вообще неизвестно. Знания все-таки ограничены. То есть не всякий случай использования понятия будет известен агенту. То есть мы можем уже использовать это понятие, да, условия обладания вроде как выполняются, но при этом они не являются абсолютно полными. То есть там что-то в них может отсутствовать. То есть, ну, например, еще вот содержание места на расстоянии 10 в 30 степени метров отсюда в таком-то направлении является холодным. Вот оно составлено из некоторых атомарных понятийных конституент, которые индивидуируются сами по себе эпистемически, но при этом, ну, и мы при этом понимаем это содержание, да, но понимание этого содержания, оно уже дается не через знание об этом содержании. Мы не знаем, что там на самом деле вот в этом месте, которое так далеко находится отсюда. Является это место холодным или не является? Нам это сейчас неизвестно. Вот, но при этом мы содержание понимаем, да, и мы понимаем его, когда мы понимаем отдельно взятые конституенты и понимаем то, как они связаны. То есть тут какая-то форма композициональности у нас присутствует. Ну, говорит Пикок, всегда нужно отличать лингвистические атомарные выражения от концептуально атомарных. Например, слово «завтра» в естественном языке достаточно простое, оно атомарно, нельзя его разделить на какие-то отдельно взятые слова. Вот, но при этом оно выражает понятие, которое не является атомарным, и оно выражает день, непосредственно следующий за сегодняшний. Вот, и когда речь идет об эпистемически индивидуированном понятии, то имеется в виду именно атомарные понятия. Например, таким понятием будет сегодня. Вот сегодня это с точки зрения Пикока атомарное понятие, а вот завтра это не атомарное понятие. И поэтому завтра не может быть целиком эпистемически индивидуированным. То есть оно только частично, скорее всего, эпистемически индивидуированным является. Вот, ну, знание содержаний, которые включают понятия, которые не являются эпистемически индивидуированными, оно, конечно, возможно. Это, например, вот, как уже я говорил, знание о кварках или о вероятности распада урана там за определенное время. Да, мы из каких-то теоретических построений об этом узнаем. Вот, ну, знание возможно, и благодаря, например, к выводу, к наилучшему объяснение. Вот. У вот этого связующего тезиса и аргумента в его пользу есть некоторые следствия, которые выходят за границы проблемы интеграции, но являются также, ну, представляют собой некоторое косвенное подтверждение связующего тезиса и аргумента. И сейчас мы их рассмотрим. Первое следствие, оно касается смыслов. Вот. Понятия суждения и знания, они одинаковы в различении смыслов. Ну, все вот эти вот примеры, там, из Фреги, прекрасно нам известны, там, да, Фосфор, Геспер, там, суждение, что ФА без того, что ФБ, и знание того, что ФА без знания того, что ФБ, там, да. Вот, ну, то есть, понятие знания можно использовать для того, чтобы показать различия между А и Б. Вот. Мы знаем, что Фосфор является утренней звездой, там, да, что Фосфор виден сейчас на небосклоне, например, но при этом мы можем не знать, что Геспер тоже там же находится, потому что мы не знаем ничего о тождестве. Вот. И, соответственно, вот понятие знания может использоваться для того, чтобы показать разницу между вот этим вот Фосфор и Геспер. Вот. То есть, смыслы у нас оказываются эпистемически индивидуированными. Вот. Для разговора о различии между ними следует указать обстоятельства из условий индивидуации для этих отдельных понятий, при которых нам может быть известно какое-то содержание, но при этом эти условия будут недостаточны для того, чтобы знать содержание, в котором используется другое понятие. Да. То есть, мы можем знать что-то о Фосфоре, но при этом этих условий будет недостаточны для того, чтобы знать что-то о Геспере, если мы не знаем, что это одно и то же. Второе следствие – это следствие, которое касается условий пересмотра. Вот есть отдельный класс теорий значения, которые могут быть обозначены как критериальные теории значения. И вот они предполагают, что есть некоторые условия пересмотра. Ну, например, вот Пикок говорит, что утверждение «это имеет форму сферы», оно может не быть принято, если агент страдает галлюцинациями или участвует в каком-то психологическом эксперименте, о котором он ничего не знает. То есть, ему демонстрируется какой-то предмет, например, да, и вот агент говорит, что это имеет форму сферы, хотя на самом деле это не так. Ну, то есть, вот эта вот критериальная теория значения, она предполагает, что мы можем пересматривать значения некоторых утверждений, когда мы получаем какое-то новое знание. Ну, говорит Пикок, не все готовы принять критериальную теорию значения, но при этом все хотели бы иметь вот эти вот условия для пересмотра. И вот связующий тезис, он как раз решает эту проблему. Вот, и поскольку связующий тезис предполагает, что рационально обязательное суждение нацелено на знание, да, и получается, что если мы обнаруживаем что-нибудь, что позволяет нам отказать агенту в знании, то тогда вот это вот суждение, которое агент выносит, оно лишается рациональной обязательности. То есть, происходит пересмотр. Вот, ну, и Пикок говорит, что в конце концов связующий тезис, он совместим с любой теорией значения, даже с условия истинностной, там, да, и, в общем, это все прекрасно работает. Следующее следствие аргумента – это неудавшееся знание. Это вот идея в том числе Вильямсона о том, что знание является базовым понятием. Здесь вот у нас используется. Вот, некоторые рационально обязательные суждения не являются знанием по каким-то причинам. Для таких убеждений понятие знания является фундаментальным. Они, то есть, нацелены на знание, но при этом они его не достигают. Ну, вот, тут Пикок ссылается на Вильямсона. Некоторые убеждения являются рационально необязательными, и они при этом не являются неудавшимися знаниями. То есть, мы как бы и не пытались даже знание какое-то получить, когда вот эти вот убеждения у нас появлялись. То есть, это уже идет вразрез с идеей Вильямсона. То есть, Вильямсон, ты предполагаешь, что понятие знания является базовым, да, и понятие убеждения мы скорее должны определять через понятие знания. То есть, убеждение – это то, что либо стало знанием, либо оно не стало знанием, потому что что-то не удалось. А Пикок говорит, что с его точки зрения и в контексте вот этого связующего тезиса позиция Вильямсона частично подтверждается. Но частично она и оказывается неподтверждаемой. То есть, у нас все-таки некоторые убеждения, они, в принципе, даже и могут не предполагать, что мы к знанию таки стремимся. Вот. Но, во всяком случае, если содержание суждения состоит из эпистемически индивидуированных понятий, то тогда нацеленность такого суждения на знание является в объяснительном плане более фундаментальной. То есть, мы все равно возвращаемся так или иначе к концепции знания в начале. Следующее следствие аргумента касается утверждений. Питер Унгер говорит, что если некоторый агент что-то утверждает, то он репрезентирует себя как того, кто обладает определенного рода знания. Вот. И если суждение не является рационально обязательным для агента, то тогда этому агенту следует в духе Ребенштейна молчать. Ну вот, здесь Унгер отсылает к какой-то общественной практике. И, соответственно, эта вот общественная практика, она предполагает, что если кто-то что-то утверждает, то он вот репрезентирует себя как того, кто выносит рационально обязательное осуждение, да, и, соответственно, предполагает, что обладает, этот агент обладает знанием. Вот. Но при этом, при этом тут тоже есть определенные трудности, которые, на которые пика указывают, и они заключаются в том, что, вообще говоря, вот эта вот общественная, скажем так, власть, да, она не является первичной для определения понятия знания. То есть мы сначала должны знания какие-то получить, а потом уже вот эта общественная практика должна появиться, какой-то вот внешний дисциплинарный аппарат, который нас заставляет только знания высказывать. Вот. Следующее следствие касается знания. Снова. Вот связующий тезис, он может выполнять достаточно важную роль в объяснении понятия знания. И он предполагает рациональность и предполагает успех, где успех понимается как некоторая гарантия корректности. Вот. Но даже знание, которое получено не в соответствии с методами из условий обладания для содержания, может считаться знанием благодаря связям со знанием, которые получены таким образом. Ну, это может быть какое-то косвенное математическое доказательство, Ну, то есть доказательство там от противного. Вот. И здесь Крейг говорит, что есть некоторые социальные элементы. Эти социальные элементы нам следует понимать как фундамент знания. То есть знание – это одобряемый источник информации. Ну, вот позиция очень близкая к Унгеру, о котором вот буквально только что была речь. Вот. То есть тут тоже есть какая-то социальная дисциплинарность, которая предполагает, что понятие знания, оно одобряется, да, вот. То есть сообществом. То есть мы знание считаем хорошим источником информации, а то, что знанием не является, мы хорошим источником информации не считаем. Вот. Но, говорит Пикок, согласно связующему тезису, знание уже предполагает отношение к себе, отношение к рациональным и успешным суждениям без сообщества. То есть сообщество нам не требуется для того, чтобы у нас какое-то знание было. То есть это следствие связующего тезиса говорит о том, что позиция Крейга вероятно уязвима. То есть вот это социальное измерение, оно возможно, потому что знание уже объясняется без того, что мы обращаемся к понятию социальности. То есть тут как бы объяснил... С точки зрения Пикока, Крейг как бы осуществляет предвосхищение основания, что ли, да. То есть он говорит о том, что социальное измерение, оно определяет понятие знания. А Пикок говорит, что нет, на самом деле, для того, чтобы социальное измерение у знания вообще было, для этого знание должно определяться и объясняться без какой-то социальности. Вот. Ну то есть убеждения других людей о мире, конечно, важны, но они важны только в том случае, если они сформированы в соответствии с рациональными и успешными методами. И каждый отдельно взятый агент для себя может принимать или не принимать это вот то, что там другие люди говорят. То есть нам требуется что-то большее, чем просто какое-то социальное согласие для того, чтобы считать суждение рациональным и успешным. Вот. Посмотрим теперь, как связующий тезис связан с проблемой интеграции. У нас получается так, что если связующий тезис верен, то тогда решение проблемы интеграции может быть сформулировано, когда выполняются следующие условия. В решении используется понятие условий истинности, ну то есть мы из тех семи вариантов решения проблемы интеграции, которые были в первой главе, берем только первые четыре, поскольку пятое, шестое, седьмое, они нас не устраивают. Там скептическое решение, там, и решение через фикции, да, вот это вот, оно для нас не подходит. Дальше. Следующее условие. Понятия, для которых формулируется проблема интеграции, являются эпистемически индивидуированными. То есть если мы, например, о числах рассуждаем, то понятие числа должно быть эпистемически индивидуировано. Если о прошлом, то понятие прошлого должно быть эпистемически индивидуировано. Ну и так далее. Дальше. Есть допущение следующее. Субстантивная теория интенционального содержания должна определять приписывание условий истинности этому содержанию. Вот. И интенциональное содержание находится на уровне смысла. Смыслы фиксируют условия истинности. А условия истинности, они на уровне референции находятся, если вот как бы аналогию какую-то проводить, там, с философией языка. Вот. И условия истинности должны как раз на уровне референции как-то описываться. Вот. И разные виды теории интенционального содержания, они могут определять по-разному приписывание условий истинности. То есть, да, там Пикок говорит, что вот концептуально-ролевая, интеллицитного знания на основе информации. Да, то есть вот эти разные теории интенционального содержания, они могут по-разному определять то, как к условия истинности приписываются. Несмотря на то, что они, в принципе, могут даже формулироваться, как, например, концептуально-ролевая семантика без условий истинности, но Пикок говорит, что там все же переход к условиям истинности так или иначе возможен. Правда, он подробно это не описывает. Вот. Есть определенного рода еще условия адекватности. Вот. Это условие состоит в следующем. Всякая теория содержания должна показать, что когда содержание истинно, оно считается истинным в соответствии с определяемыми этой теорией условиями истинности. То есть эта теория содержания говорит, что есть истинное содержание, есть ложное. Вот истинное содержание, но истинно потому, что, например, там условия истинности выполняются. Вот. И эта теория еще должна показать, как определяются условия истинности и показать, как содержание связано именно с этими условиями истинности, а не каким-то другим. Так как связующий тезис утверждает, что теория интенсионального содержания может быть сформулирована с помощью понятия знания, то связующий тезис дает возможность решить проблему интеграции. Проблема интеграции, как мы, в принципе, можем связать метафизику и эпистемологию. То есть у нас от метафизики некоторые понятия мы берем. Понятие знания в связующем тезисе – это как раз то, что нам позволяет эпистемологическую сторону проблемы интеграции разрешить. Ну вот и у нас получается решение. То есть проблема интеграции может быть сформулирована так. Нам нужно показать, как методы, с помощью которых мы, как мы считаем, знаем содержание определенного вида, гарантируют, что для этого содержания выполняются условия истинности. Например, мы можем знать, что вчера шел дождь, вот это утверждение о прошлом. Вот и каким образом мы можем связаться с условиями истинности. Вот есть некоторые метафизика нам говорит, что времена они… Ну, допустим, у нас метафизика говорит, что времена существуют, и нам нужно как-то эпистемически получить доступ к условиям истинности. Вот если наша теория покажет, каким образом это осуществляется таким, тогда мы сможем проблему интеграции решить. Другими словами, для вот этих вот проблемных понятий, в первую очередь, это, конечно, философские понятия, следует показать, что условия обладаниями этих понятий, они включают в себя рационально обязательные суждения, которые являются истинными, и они обладают статусом знания. Вот. Ну, теория содержания будет решать проблему интеграции, если, во-первых, решение полагается на условия истинности, это вот как раз первые четыре варианта решения проблемы интеграции, и проблемные понятия эпистемически индивидуированы. Вот. Кроме того, все методы, для которых возникают проблемы интеграции, ну, то есть там методы познания, упомянуты в условиях обладания для проблемных понятий, либо они признаются обоснованными на основе их отношений к упомянутым методам. То есть должно быть возможно, чтобы метод, который мы используем для вынесения рационально обязательных суждений, можно было трансформировать в метод, способный при определенных условиях дать знания. Вот, собственно, это и есть содержание связующего тезиса. Вот. Ну и теория понятий у нас, она будет говорить о смысле, но смысл позволяет нам определять условия истинности, то есть теория понятий будет у нас определять приписывание истинностного значения, это уже уровень референции, да, и у нас будет так, что теория схватывания понятий частично или целиком будет формулироваться с помощью условий знания содержания. Ну, то есть таким образом у нас будет устанавливаться связь между, с одной стороны, концептуальным, с другой стороны, эпистемическим, и с третьей стороны, метафизическим. Вот у нас есть понятия, у нас есть метафизика, есть эпистемология, и вот они каким-то образом связываются в нашем связующем тезисе благодаря тому, как вот мы, благодаря тому, что условия обладания соответствующими понятиями могут быть сформулированы как условия знания. Вот. Ну и теория понимания у нас, получается, имеет вот метафизический аспект, да, имеет эпистемический аспект. Это та часть, которая предполагает, каким образом мы схватываем условия истинности. Эпистемический аспект предполагает объяснение рациональности суждений и рационально обязательных суждений как знания. Вот. Ну и в конце концов, для того, чтобы решить проблему интеграции, нам нужно дать какую-то субстантивную теорию понятий для некоторой конкретной отдельно взятой области. И вот эта вот теория понятий, она должна быть построена на основе условий знания содержания, включающих эти проблемные понятия. Ну и способы, соответственно, познания содержания, они должны быть связаны с обычными методами формулирования убеждений, в связи с которыми возникает проблема интеграции. Для разного рода решений PICAC предлагает три индикатора. Три индикатора, которые позволяют говорить о том, что перед нами действительно решение проблемы интеграции. Индикатор — это какое-то свойство, которое может присутствовать или отсутствовать у утверждения рассматриваемой области. И вот этот индикатор — это как раз то, что должно быть объяснено в решении проблемы интеграции для этой отдельно взятой области. Ну то есть это какие-то ограничения рассмотрения данной области, ограничения философского характера. Первый индикатор — это априорный источник истинных утверждений. Ну допустим, здесь PICAC останавливается в первую очередь на метафизической необходимости и на проблеме прошлого. И индикаторы поясняются через эти две проблемы. Из работ Крипки и Каплана мы знаем, что не все истинные утверждения метафизической необходимости априорны. Ну например, необходимо, что если геспер существует, то геспер есть фосфор. Поскольку геспер и фосфор — имена собственные, они обозначают один и тот же объект во всех возможных мирах. Ну и необходимо, что вода состоит из H2O, поскольку тут у нас термины естественных видов используются. Вот это все апостериорные необходимые истины. То есть вот с точки зрения PICAC мы можем получить эти апостериорные необходимые истины, например, про геспер, из двух посылок. Первая — это априорная модальная посылка, необходимость тождества, которая говорит, что если два объекта тождественны, то тогда они тождественны с необходимостью. И вторая — это апостериорная немодальная посылка. Геспер есть фосфор. Ну и тут элементарно по modus ponens у нас выводится, что необходимо, что в геспер есть фосфор. Вот аналогично для примера с водой можно сказать. То есть у нас всегда, когда мы рассуждаем о метафизической необходимости, вообще о модальности, всегда апостериорные необходимые истины выводятся из двух вот этих вот посылок. Из априорной модальной посылки и апостериорной немодальной посылки. Вот. С утверждением о прошлом это не так. Ну, то есть вот в случае модальности у нас есть вот этот вот априорный источник истинных утверждений, да, это вот априорная модальная посылка. В случае с утверждением о прошлом это не так. Ну, допустим, вчера в Лос-Анджелесе шел дождь. Вот такое утверждение. Вот. Если мы будем считать, что тут тоже есть что-то типа двух посылок, да, есть какая-то априорная посылка о прошлом и есть какая-то апостериорная посылка не о прошлом, то из них мы выводим это утверждение, то это не так. Это ошибочно будет. Вот. Утверждения о прошлом, они не являются истинными на основе какого-то априорного принципа, который бы вместе с апостериорным принципом нам говорил о том, истинно или нет утверждения о прошлом, то есть фиксировал бы истинностное значение. Вот. Истинные о прошлом, они не определяются априорно истинными не о прошлом. Таким образом, вот этого априорного источника истинных утверждений для ситуации с прошлым у нас просто-напросто нет. Вот. И решение проблемы интеграции для прошлого, оно должно объяснить, почему вообще случай с прошлым отличается от случая с метафизической необходимостью. Почему там есть априорный источник истинных утверждений, а здесь его нет. Вот. То есть вот это первый индикатор. Второй индикатор касается каузальной роли истинности и условий обладания понятиями. Опять же, мы этот индикатор поясняем на двух примерах. На примере метафизической необходимости и прошлого. Истинность утверждений о модальности и наше обладание модальными понятиями, оно не предполагает, что каузальное объяснение играет в них какую-либо роль. Ну, аналогично для всяких контрфактических утверждений. Убеждение о том, что если бы кто-то убрал какую-то карту из карточного домика, то этот домик бы упал, объясняется не истинностью данного контрфактического утверждения, а убеждениями о том, как карты расположены и насколько они стабильны, и вообще какое расположение карты является стабильным. Вот. Если модальности мы понимаем как примитивы, то есть мы считаем, что они не сводятся к каким-то другим понятиям, то требуется объяснение того, как они вообще могут быть поняты. Вот. Ну и здесь, говорит Пикок, тут нам ничего не остается, придется как бы обращаться к каузальному взаимодействию. Но проблема-то в том, что каузальное взаимодействие в модальных понятиях, ну, то есть каузальное взаимодействие в модальных понятиях никакой роли не играет, и мы просто не сможем получить никого объяснения для модальности как примитивов. Вот. Но каузальные объяснения, они являются существенными для понимания временных отношений. Временные отношения — это часть отношений в пространство-времени, там у нас каузальные связи разные, одно является причиной другого, то, что пошел дождь, является причиной того, что крыши мокрые, ну и всякие вот такие вот вещи. То есть когда мы во времени рассуждаем, тут у нас каузальное объяснение играет очень важную роль. Вот. Ну и если у нас понятия определенной области участвуют в каузальных объяснениях, то тогда каузальные чувствительные средства позволяют получать знания об истинных из этой области. Вот здесь какие-то каузальные чувствительные средства, то есть то, что мы можем использовать для того, чтобы получать знания о причинно-следственных связях в этой области. И этот аппарат или механизм, он позволяет нам формулировать знания истины в этой предметной области. Вот. Ну, очевидно, такое знание не будет априорным, потому что не может быть никакого априорного знания о причинно-следственных отношениях. Связи. Таким образом, мы можем установить между первым и вторым индикатором. Если мы положительно отвечаем на индикатор о каузальной роли, то тогда мы должны дать отрицательный ответ на индикатор об априорном источнике истин. И наоборот. Вот. Ну и, соответственно, если все знание о каком-то отдельно взятом домене может быть получено априорными методами, то тогда получается, что каузальные взаимодействия не являются существенными для нашего знания об этом домене. Каузальное объяснение может быть, тем не менее, контингентно для истин этого домена. Ну, например, когда мы делаем какие-то утверждения об актуальной бесконечности, да, мы никогда с актуальной бесконечностью напрямую не сталкиваемся, не можем ее охватить своим, скажем так, мысленным взором, не можем ее с помощью чувств никак воспринять. Но, тем не менее, здесь возможны определенные каузальные объяснения. Вот. Ну, по крайней мере, можно формулировать какие-то утверждения, которые, казалось бы, имеют какую-то каузальную, каузальный эффект. Вот. Ну, например, может быть такое. Если бы не было бесконечного числа звезд, то гравитационные силы стянули бы все звезды к центру гравитации. Это может, например, заявить какой-нибудь современный физик. Или, допустим, Кеплер говорил, что если бы было бесконечное число звезд, то тогда ночное небо было бы повсюду ярким. Вот. Мы бы тогда смогли наблюдать сияние звездного неба. Оно бы просто горело всеми огнями. Но, говорит Пикок, это всего лишь контингентное использование каузальности. Да, понимание этих утверждений, оно предполагает понимание актуальной бесконечности, но при этом здесь каузальное объяснение не является обязательным. Да, мы без каузального объяснения тут как-то справляемся. Для понимания этих утверждений нам не нужно никакое знание о причинно-следственных отношениях. Нам нужно только знание об актуальной бесконечности, которая является чисто теоретическим конструктом. Вот. Ну и как бы у нас, получается, есть какая-то способность к обнаружению вот этих инфинитарных бесконечных истин. И эта способность, она как раз не на каузальных отношениях основывается, а на нашем понимании вот этого понятия актуальной бесконечности. Оно формулируется без обращения к каузальности. И третий индикатор – это тождество, свойства вне домена и связь его с пониманием. В случае прошлого мы используем свойства, о которых идет речь и вне разговора о прошлом. Ну, например, можно такой вот тезис сформулировать. Мысль «Вчера шел дождь истинно, если и только если вчера обладала тем же свойством, что требуется для сегодня, чтобы сейчас идет дождь, была истинна». Вот. То есть у нас здесь мы как бы предполагаем, что есть какие-то свойства, которые одинаковые для настоящего и для прошлого. И если вот… и мы как бы узнаем об этих свойствах из настоящего, и получается так мы их переносим по, не знаю, по аналогии, что ли, да, или вот благодаря утверждению о том, что имеет место вот это тождество, мы переносим их на прошлое, и таким образом мы можем о прошлом что-то говорить. То есть мы понимаем, что значит сейчас идет дождь, поэтому мы можем понимать, что значит «вчера шел дождь». Несмотря на то, что мы как бы непосредственно не можем наблюдать дождь, который шел вчера, в данный момент времени. Вот. Соответственно, варианты метафизики и эпистемологии, которые несовместимы вот с этим вот тезисом PI для прошлого, PI — это как раз-таки тождество свойств означает, они не могут быть приняты. Вот. Этот принцип играет объяснительную роль. Объяснительная роль заключается в следующем. Нам не требуется заново выучивать предикат какой-то новый, чтобы о прошлом говорить, или изменять предикат как-то, да, для того, чтобы он начал применяться к прошедшему времени. Есть некоторые единообразные свойства, которым любое время обладает, и приписывание соответствующего предиката этому времени будет истинно просто. Вот. Но в случае модальности такого тождества свойств нет. Например, мы можем такой вот тезис сформулировать, PI для модальных понятий. Мысль. В начале 20 века в Оксфорде идет дождь. Истинно относительно данного возможного мира, если и только если этот мир обладает тем же свойством, каким должен обладать актуальный в льюисовском смысле мир, для того, чтобы в начале 20 века в Оксфорде идет дождь была истинна. Ну вот, конечно, льюисовские модальные реалисты, они принимают вот этот вот тезис PI для модальностей, но они его принимают потому, что возможные миры имеют тот же самый статус, что и актуальный мир. Если возможный мир считается, например, множеством пропозиций, а актуальный мир рассматривается каким-то другим образом, то тогда никакого тождества свойств быть не может. Потому что тождество актуального мира, то есть свойство актуального мира, это не то же самое, что свойство множества пропозиций. Вот. Таким образом, если мы не являемся льюисовскими модальными реалистами, то мы должны вот этот вот PI для модальности отвергнуть. Вот. Ну то есть нам надо различать свойства. Мир Х репрезентирует дождь как происходящий в определенном пространственном временном регионе, и мир Х содержит дождь, происходящий в определенном пространственном временном регионе мира Х. То есть в первом случае мы имеем дело с множеством пропозиций, и во втором случае мы имеем дело с миром, как вот таким, какой вот он вокруг нас. Вот. Актуальный мир, конечно, тоже можно считать множеством пропозиций, ну и тогда вот этот вот тезис будет выполняться. Однако тогда у нас возникнет проблема. Проблема следующая. Схватывание понятий в непроблемной области не будет играть роли для понимания его в проблемной области. Ну так как вот не все множество пропозиций являются мирами, да, мирами являются только такие множества, которые содержат одновременно возможные пропозиции. Не может быть какой-то возможный мир, который содержит пропозиции, противоречащие друг другу, например. Вот. Ну и для того, чтобы выделить вообще множество, которые являются мирами, нам уже в принципе нужно понимать, что же такое возможность. То есть понятие возможности мы таким образом объяснить просто-напросто не сможем. Ну, мы будем вынуждены откатиться к какому-то каузальному взаимодействию, но никакого каузального взаимодействия в случае модальности просто нет. Поэтому этот путь нам закрыт. Вот. Ну то есть если для некоторой области имеется каузальная эпистемология, и если понятия применяются в какой-то другой области, то тогда нам следует объяснить вообще, почему для другой области нет каузальной эпистемологии. Ну то есть получается так, что тождество свойств между проблемной областью с некаузальной эпистемологией и областью с каузальной эпистемологией скорее не должно выполняться. Скорее его не должно быть. Вот. Вообще, говорит ПИКОК, между индикаторами этими имеется определенная корреляция. Не все могут иметь место, могут не все иметь место. Это, ну так или иначе, они должны, ну так или иначе, они определяют успешное решение проблемы интеграции. Вот. И ПИКОК в заключении этой главы намечает два стиля решения проблемы интеграции. Он говорит, что вот в главах 3 и 4 предлагаются две модели, в третьей главе рассматриваются прошлые, в четвертой главе модальности. И ПИКОК говорит, что это лишь две модели из нескольких возможных интеграционистских моделей. То есть вот возможные способы решения. Он их называет конститутивной роль каузальной чувственности. Это для прошлого он ее будет использовать. Там у нас, в этой модели у нас суждения о прошлом хорошо объясняются. Там у нас выполняется тождество свойств, то есть будет отрицаться конструктивизм и эвиденциалистские теории. Значит, суждения о прошлом будут иметь неаприорный характер. Второй стиль решения — это имплицитно известные принципы. Имплицитно известные принципы будут использоваться им в четвертой главе для объяснения суждений о метафизической необходимости. Он говорит о том, что есть некоторые принципы возможности. И принципы возможности — это такие наборы принципов, которые должны выполнять вообще любые множества пропозиции, чтобы мы их могли считать возможным миром. То есть чтобы они, в принципе, могли репрезентировать некоторые возможности. И понимание модальности — это вот обладание этими принципами и их использование в утверждениях, в которых используются модальности. Вот эти принципы, говорит Пикок, являются априорными. И вместе с неаприорными посылками они дают априорные модальные истины. То есть вот все индикаторы, о которых я говорил, тут у нас так или иначе используются. Ну и в случае вот имплицитно известных принципов никакого каузального взаимодействия просто-напросто нет. И также нет тождество свойств. То есть он, Пикок, намерен отрицать Льюисовскую концепцию метафизики возможных миров. Вот на этом у меня все. Спасибо за внимание. Если будут вопросы, я попытаюсь на них ответить. Можно уточняющий вопрос? Вот там было сказано, что в частности, чтобы связующий тезис давал решение проблемы интеграции для утверждения числах, надо, чтобы понятие числа было эпистемически индивидуируемым. Правильно ли я понимаю, что оно на самом деле таким быть не может? Ну, это хороший вопрос. Для начала надо разобраться, является ли понятие числа атомарным. Потому что только атомарные могут быть эпистемически индивидуированными, насколько я понял, идею Пикока. Вот. Если понятие числа является атомарным, в чем я, кстати, очень сильно сомневаюсь, скорее всего, понятие числа не является концептуально атомарным. И, соответственно, оно не должно быть эпистемически индивидуированным. Мне почему-то так кажется. Но вообще Пикок о числах конкретно ничего не говорит. То есть это просто пример, который мне пришел в голову вот сейчас. А атомарное понятие — это какое понятие, еще раз? Оно не должно раскладываться на другие понятия. Ну вот, например, ну то есть Пикок там тоже не особо подробно это объясняет. Скорее пример приводит. Пример с понятием «сегодня» и «завтра». Вот понятие «сегодня» с точки зрения Пикока является концептуально атомарным, а понятие «завтра» не является, потому что «завтра» — это день, который предшествует сегодня. Ой, то есть идет после сегодня. Ну то есть можно предположить, что атомарное понятие — это такое понятие, которое... Ну как-то... Оно на другие понятия не раскладывается. Ну то есть для которого есть какие-то условия его выполнимости, которые непосредственно представляют собой какой-то опыт, опыт определенного вида. Мне кажется, опыт тут не является чем-то существенным, потому что бывают и априорные всякие штуки. Например? Ну вот как в случае с модальностями, там, тождество... Ой, то есть необходимость тождества — это априорная модальная какая-то истина, да, и мы вот... Она, конечно же, используется в условиях обладания модальными понятиями. То есть если человек не принимает тождество... Ой, то есть необходимость тождества как рационально обязательное суждение, то тогда этот человек не обладает понятием метафизической необходимости. А вот еще есть вопрос по поводу условий пересмотра. То есть вот у нас есть какое-то суждение, которое мы принимаем за знание, а потом у нас появляются какие-то, значит, данные, которые противоречат чему-то, там, предпосылкам или чему-то там еще. Ну, например, как у Козьмы Пруткова, если мы на клетке со слоном видим надпись «Тигр». Так вот вопрос в следующем. Есть ли у нас, всегда ли у нас должны быть какие-то понятные критерии, какое из суждений мы должны пересмотреть, то есть перестать считать его знания? Или мы можем просто все это множество суждений поставить в какой-то такой статус неопределенный до получения новых данных? Ну, вот тут, значит, пересмотру подвергаются суждения в случае, если допущения или какие-то предпосылки провалились. Вот, ну, например, вот как в случае с этим человеком, который идет по киностудии, он видит какой-то новый объект перед собой, он может допустить, что у этого объекта есть задняя сторона, соответственно, это здание. А не муляж какой-то. Вот, но если это допущение будет... То есть он вносит суждение, что это новое здание. На киностудии построено новое здание. Вот, если окажется, что его допущение, которое он использовал для того, чтобы вот это сформулировать неверно, то тогда он должен пересмотреть. Соответственно, вот именно это суждение. Ну, понятно. Но что если... То есть человек на киностудии заранее знает, что он на киностудии, поэтому он использует определенные предпосылки, которые отличаются от обычных предпосылок, когда он видит нечто похожее на здание. И именно поэтому он заранее как бы не согласен считать это знание. А если вот мы идем, да, ну, видим слон, ну, вроде слон, мы его ясно видим, мы знаем, как выглядит слон. И думаем, что мы знаем, что это слон. После этого мы видим надпись «Тигр». Ну, как бы мы в зоопарке, обычно в зоопарке правильные надписи на клетках. И вроде мы бы тоже считали в нормальной ситуации, что мы знаем, что в клетке сидит «Тигр». Но эти два, эти две предпосылки противоречат друг другу. И таким образом... Ну, то есть два осуждения. В клетке сидит слон и в клетке сидит «Тигр». ни одно из них не является, не имеет преимущества перед другим для того, чтобы счесть его знания. Как в такой ситуации мы должны выбрать? Ну, кроме предпосылок ведь есть еще много других компонентов. То есть там есть предпосылки, есть посылки, которые являются знанием уже. Потом есть определенный режим, в котором агент выносит суждение. То есть он должен относиться определенным образом к тому, что как он судит. Ну, и, допустим, агент обладает... Ну, то есть здесь вот просто изолированный очень случай. Да, надо в духе контекстуализма брать что-то побольше. То есть мы пока мало знаем об этом агенте, и поэтому сложно судить, что же там будет происходить. Допустим, агент знает, что это... Вчера Вася какой-нибудь там, его друг повесил эту табличку. Просто пошутить надо. Понятно. То есть мы должны расширить контекст до того, чтобы один из вариантов перевесил. Да. Там нужно просто все компоненты перечислить. Спасибо. Если позволите, у меня такие соображения возникли. Насчет интерпретации крипки. Необходимо, что х, тождественный у только в том случае, если х и у являются жесткими диссигнаторами. Ну да, конечно. А если это не жесткие диссигнаторы, то мы не можем перейти от тождества х к тождественному у, к тождеству необходимо, что х тождественному у. Ну, например, изобретатель бифокальных очков, первый патч мейстер и тому подобное. Второе соображение, вот оно более тесно, мне кажется, связано с общей концепцией автора. Мне кажется, автор пытается построить всеобъемлющую теорию в духе какого-то атомистического подхода. Что-то мне напоминает логическое конструирование мира, что-то вспоминается Рудольф Карнеп и прочие вещи. Но насколько возможен этот подход, вот в чем вопрос, когда мы говорим, например, о рациональности или правильности опыта, то данные понятия кажутся достаточно проблематичными. Ну, разве нерационально считать, ну, разве обязательно нерационально считать, что реальности не существует? Я думаю, необязательно это будет нерациональным считать, что реальности не существует. А разве обязательно нерациональным будет полагать, что все мы галлюцинируем? Я думаю, необязательно нерациональным будет считать, что все мы галлюцинируем. Ну и само понятие неправильного восприятия, оно очень даже зыбкое. Ну, например, когда мы видим оазис в пустыне, где его не может быть по определению вроде бы, чем это существенно расходится со случаем, когда мы видим в толпе своего друга, когда его там нет фактически. Я думаю, что это одинаково рациональное восприятие, воспринимать своего друга в толпе, когда его там нет, и видеть оазис в пустыне, когда его там нет. Одинаково вроде бы, рационально. И вообще, в общем-то, восприятие это не есть сенсорные данные, восприятие это какая-то галлюцинация, полученная на основе какого-то минимума этих самых сенсорных данных. Говорить о правильности или неправильности, о галлюцинаторности или не галлюцинаторности, это как-то излишняя, мне кажется, сильная позиция, которую вряд ли можно обосновать. Я могу сказать, как мне видится выход, все-таки нужен какой-то холизм. На самом деле мы в своем чувственном восприятии работаем с конструкциями, с какими-то моделями, моделями мира, которые актуализируем их, своих друзей, оазисы и прочие вещи в результате некоторых сенсорных стимулов. Вот. Вовсе не атомистический, получается, подход. Ну, мне надо еще подумать, я пока не очень понимаю. Ну, вот у Хокинса, интересно, это объясняется. Он говорит о автоассоциативности нашей памяти, нашего восприятия. Вам показали кусочек шкурки банана, а вы видите целый банан. Ну, вряд ли кто-то прям видит целый банан. Ну, то есть мы можем думать о целом банане? Ну, вот по Хокинсу это касается именно какого-то целостного восприятия. То есть на самом деле в мозгу ничего нет. Там пустота, темнота и тишина. И конструкции, которые являются автоассоциативными паттернами из электромагнитных сигналов. Гипотеза реального мира, она, конечно, хорошая. Хокинс в ней не сомневается, хотя можно и сомневаться. Но она не связана с объяснением чувственного восприятия. Чувственное восприятие – это сенсорная стимуляция в каком-то мизерном, так скажем, объеме. А остальное все что-то типа галлюцинирования на основе автоассоциативности. Примерно так. Не, ну я готов с этим согласиться. Я просто не совсем понимаю, где здесь ляк пик, какая проблема возникает. Ну, пикок утверждает, что мы можем отличить правильное восприятие от галлюцинации. Это ложный тезис. Ну, не всегда, конечно же. Ну, как бы получается, что у нас в принципе нету средств для отмечения правильного восприятия от галлюцинации. Ну, да, но нам это и не требуется. Ну, то есть, если мы находимся вот в этом режиме буквального понимания чувственного опыта, то мы понимаем просто все то, что воспринимаем как имеющее место. Вот, если мы воспринимаем галлюцинацию какую-то, ну, значит, для нас она имеет место. Ну, да, да. Но, конечно. Нет, ну, в некоторых ситуациях человек же может иметь основания полагать, что он галлюцинирует. Например, если он там подвергался не так давно, скажем, наркозу, и еще не полностью пришел к тебе, и он что-то видит, он думает, ну, мало ли что я там вижу. И в этом случае, ну, он не находится в режиме буквального восприятия, и, соответственно, знания он обладать не будет. Я могу переформулировать. В настоящий момент я галлюцинирую экран собственного компьютера. Хорошо это или плохо, так сказать. А зачем это называть галлюцинацией вообще? Вот-вот. Это, ну, у Пикака встречается отсылка к галлюцинаторному, встречаются разговоры о правильности восприятия. А я сейчас галлюцинирую экран собственного компьютера. Это правильно, это правильно, галлюцинировать экран собственного компьютера. Мне кажется, это с прагматической точки зрения неправильно, потому что, ну, если мы считаем, что мы галлюцинируем экран собственного компьютера, то мы не будем серьезно относиться к тому, что на этом экране написано или нарисовано. Ну, почему? Я к галлюцинациям отношусь очень серьезно. И вообще, может быть, кроме галлюцинации ничего нет. Ну, с формальной точки зрения, может быть, это и помогает решить проблему интеграции, потому что мы просто говорим, что знания не существуют, а, ну, какая бы ни была метафизика, мы никак не можем к ней приблизиться, именно потому что знания не существуют. И отлично, все метафизика и эпистемология соответствуют друг другу. Мы находимся просто в скептической картинке, и, как бы, ну, мы довольны своими галлюцинациями. Все прекрасно. Почему-то большинство людей выбирают другие варианты. Я хочу сказать, что галлюцинации бывают разными. И, конечно же, один галлюцинировать может одну модель мира, другой другую. А может быть, есть и что-то общее в духе канта, в нашем галлюцинировании. И, может, знание — это как раз такое галлюцинирование, которое относится к нечто общему. Это не обязательно отвергает работу с категорией знаний. Дмитрий Владимирович, но для того, чтобы какие-то галлюцинации были знанием, что требуется еще? Ну, вопрос интересен. Один из ответов, допустим, прагматическая позиция. Некоторые галлюцинации более полезны. Ну, например, более полезно для меня считать, считать, что я нажимаю на кнопку лифта перед тем, как лифт приезжает, на кнопку вызова лифта, а не после того, как лифт приезжает. Ну, или более полезно галлюцинировать, что я вижу в толпе своего знакомого, чем галлюцинировать, что его там нет, хотя его на самом деле там нет. Чем же это полезно? Ну, мне кажется, это более жизненно, галлюцинировать, что в толпе должен быть твой знакомый. Это, как бы, делает мир более удобным. Позволяет чувствовать себя не столь одиноким? Более удобным в распознавании своих знакомых, которые могут оказаться рядом. Ну, и возникает вопрос по поводу индивидуализации понятий в связи с этим. Индивидуализация понятий должна быть индивидуальная или индивидуализация понятий должна быть общая? Это хороший вопрос, но Пикок ничего по этому поводу не говорит, так что мы пока не знаем. Поскольку здесь идет речь о теории интенционального содержания, видимо, проблема интеграции решается каждым в отдельности. Соответственно, понятия индивидуируются у каждого по отдельности. Ну, и в конце концов, если понятия эпистемически индивидуированы, то тогда получается, что знанием обладает какой-то отдельно взятый человек, но и Пикок еще специально говорит о том, что сообщество тут не сильно важно. Видимо, отдельно взятый каждый человек индивидуирует понятия и решает проблему интеграции. Ну что, мы все сидим и галлюцинируем, но почему-то в основном молча. Видимо, у нас галлюцинация дискуссии не складывается. Ну что ж, всем спасибо. Тогда до следующего раза. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok